В последний торговый день недели доллар ведет себя неоднозначно. С одной стороны, он подается вернувшемуся оптимизму в отношении торговых переговоров между США и Китаем, а с другой учитывает отсутствие аппетита к риску, по крайней мере на рынке ценных бумакази. Доллар отлично справляется с покупательским интересом на этой неделе, удерживая тем самым индекс доллара выше психологического уровня 98.00. С понедельника индекс непрерывно поднимается, преодолев уровень 98.00 и зафиксировав 23-недельный максимум в диапазоне 98.30 – 98.35. Постепенно доллар приковывает к себе все более пристальные взгляды трейдеров на фоне ожидания сегодняшней публикации данных по изменению ВВП США за первый квартал. Но на некоторых рынках доллар все-таки ослабил позиции. Так, пара USDJPY продвинулась в пользу японской валюты, опустившись к отметке 111.50. Смена настроений произошла на фоне неожиданного падения китайских фондовых индексов. Трейдеры проявляют беспокойство в связи с возможностью сокращения программ стимулирования китайской экономики, которая в последнее время сигнализирует о процессе восстановления. С 19 апреля котировка индекса Shanghai Composite потеряла 200 пунктов – это почти 6%. Пара AUDUSD – барометр настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему торгуется на уровне 0.7025. А между тем, сегодняшняя статистика добавила пессимизма в отношении дальнейшего действия Резервного банка Австралии. В среднесрочной перспективе ждем правовой поддержки и нисходящего движения котировки. Отчет с расчетом индекса цен производителей намекнул на то, что и потребительская инфляция в Австралии продолжит замедление в ближайшее время. Цены производителей выросли за первый квартал лишь на 0,4%. По прогнозам, рынка индекс должен был подняться на 0,6%, а годовой темп роста цен замедлился до 1,9%. Эта информация повышает ожидания снижения ставки Резервным банком Австралии в мае месяце. Рубль серьезно просел накануне, потеряв в паре с долларом 0,33%. Котировка доллар-рубль взлетела к уровню вблизи 64,80, после чего к концу сессии немного скорректировалось. Сегодня должно состояться заседание Банка России, в ходе которого регулятор с большей долей вероятности сохранит ставку без изменений. Рубль будет следить за складывающейся обстановкой в геополитике и ценами на нефть, которые перешли в стадию нисходящей коррекции. Риск пробоя уровня 65 рублей все еще присутствует. Сегодня в течение торгового дня самым значимым событием для рынка станет публикация данных об изменении ВВП в США по итогам первого квартала. Мы будем продолжать следить за событиями на валютном рынке. Оставайтесь с нами. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова